МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в 2021 достаточно много изменений, так же, как и в 2020 прошедшем году. Связано это прежде всего с особенностями, которые происходят на уровне мировых масштабов. Это, конечно, условия пандемии продиктовали такие особенности прохождения ЕГЭ и сдачи ЕГЭ ребятами. В нынешнем году ЕГЭ целиком и полностью направлено на поступление в ВУЗ. И основная задача ЕГЭ такова. Именно поэтому в этом году выделяют категорию ребят, которые не планируют поступать в ВУЗ после 11 класса. И таким выпускникам предоставлено право сдать государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена. То есть по стандартизированным темам, текстам, заданиям и так далее. То есть они освобождаются от ЕГЭ? Они освобождаются от ЕГЭ, да. Проходят такую государственную итоговую аттестацию по двум учебным предметам в обязательном порядке русский язык и математика. Вот ребята, которые планируют поступать в ВУЗ, они должны сдать единый государственный экзамен по русскому языку и другим учебным предметам, которые необходимы для поступления в ВУЗ. Вот такие особенности в нынешнем году. То есть математику сдавать? Математику сдавать не обязательно тем, кто планирует для поступления в ВУЗ. При этом математика базового уровня ранее сдавалась ребятами. Теперь такого экзамена нет в 2021 году. Есть математика профильного уровня. При этом ребята выбирают математику профильного уровня именно для того, если она необходима для поступления в ВУЗ. Еще есть особенность. Ранее можно было изменять перечень учебных предметов для сдачи ЕГЭ при наличии подтверждающих документов. В нынешнем году это делается по заявлению и по желанию выпускника, участника экзамена. Но нужно соблюсти одно правило. Такое заявление подается в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за две недели до начала соответствующего экзамена. То есть в этом году выбор предметов меняется гораздо проще. А вот заранее сдача, она предусмотрена? Досрочная. Досрочная, да. Нет, досрочной сдачи нет. Только в установленные сроки? Уже второй год досрочного периода единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации нет. Но есть основной период и дополнительные сроки. Причем дополнительные сроки с учетом одной недели в июле и в сентябре еще есть такие сроки. Поэтому вполне возможно. Скажите, а есть ли какие-то предметы, по которым отменили ЕГЭ в этом году? Вот математика базового уровня отменена. Вот она все. Вот ее не будет. Еще есть особенность, если с точки зрения предметов подходить и технологии сдачи экзамена. Это информатика. Вся страна очень долго шла к этому событию. И с 2021 года ребята проходят ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. Что это значит? Это значит, им не выдаются бланки ответов, нет бумажных никаких вариантов. Есть 27 заданий, составленных в соответствии со спецификацией, которые выпускник, участник экзамена видит на компьютере. И вносит ответы непосредственно в программное обеспечение, которое позволяет это делать. Именно на компьютер. Затем формируется бланк ответов участников экзамена, который уходит на централизованную обработку в федеральный центр тестирования в Москву. В регионах не обрабатываются результаты этого экзамена. То есть никакой влиять на это нельзя, правильно? Ну, повлиять, в принципе, и на другие предметы нельзя. Ну, а вообще, по большому счету, да. То есть вся обработка проходит на федеральном уровне, централизованно. Ну, вот уже второй год подряд претерпевает, так скажем, изменение сдачи единого государственного экзамена. Но в любом случае, условия остались те же, ситуацию, которая вокруг этого всего развертывает строгость, контроль и так далее. Как сейчас все это происходит? Да, конечно, условия те же самые. Прежде всего, сдача экзамена в пунктах проведения экзаменов. Запрещенные справочные материалы, фото, видео, аудиоаппаратуру и так далее. Участник экзамена не может иметь при себе никаких шпаргалок, никаких написаний текстов нигде, ни на частях тела, ни на бумажных носителях и так далее. Вынос кем тоже запрещен. То есть все эти требования сохраняются. Кроме того, все пункты проведения в обязательном порядке оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи, рамками металлоискателя, также это еще и ручные металлоискатели, ну и, конечно, системами видеонаблюдения. Более 96% аудиторного фонда на едином государственном экзамене в этом году у нас оборудовано системами видеонаблюдения в режиме онлайн, куда трансляция идет непосредственно на портал смотри.ег. Остальные аудитории в режиме оффлайн оснащены системами видеонаблюдения. При этом я хочу заметить, что бывают ситуации, они, к сожалению, в прошлые годы имели место быть, причем в массовом количестве, когда во время экзамена не было замечено нарушение участникам каких-то процедурных моментов и порядка проведения государственной итоговой аттестации. А уже когда производился анализ, уже после непосредственно проведения экзаменов, это август, сентябрь, октябрь, было выявлено значительное количество нарушений. В таком случае результаты экзаменов тоже подлежат аннулированию. Но в любом случае не так страшен-то ЕГЭТа, как его и молюют. Нет, не страшно. Главное иметь крепкие знания, уверенность в том, что эти знания присутствуют. И нервную систему, и детям, и с родителям. И исключить волнение, высыпаться и с хорошим настроением идти на экзамен. Все, исключаем волнение и высыпаемся, Алисинька. Спасибо вам огромное, что пришли, что рассказали. Доброго бодрута желаем вам. С гостей прощаемся. С вами жуемся две, две с половиной минуты дождите. С вами был Игорь Негода.